Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики. Меня зовут Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 9 октября. Есть несколько интересных и важных новостей. Ну, во-первых, очередной арсенал, довольно крупный российский арсенал, взлетел на воздух. Прилетели туда маленькие гордые украинские беспилотники. И что хранилось на этом арсенале, и почему местным жителям желательно уже паковать чемоданы и быстренько-быстренько сваливать, об этом поговорим. Нападение на премьера Венгрии Виктора Орбана напал на него оппозиционер и сказал ему очень и очень много неприятного, но все правда в момент этого нападения. Рамштайн переносится. На какие даты переносится, что там за причина и что может быть на этом Рамштайне, где должен был главенствовать Байден. Вот об этом тоже поговорим. Еще несколько интересных новостей с саммита пенсионеров. Это вот лидеры СНГ, которые к Путину прилетели на саммит лидеров независимых, конечно же, государств. Там была очень такая необычная ситуация. Мы про нее тоже сегодня поговорим. Ну и как Лукашенко рассмешил на этом саммите всех. Хотел мачо казаться, а получилось как всегда. Об этом, обо всем. Если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить последующие выпуски. И давайте разбираться, что же произошло. Ну, во-первых, Минобороны Российской отчиталось, что ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников. Большинство 24 в Брянской области. Ну и там в Белгородской, Курской, Ростовской, немножко в Краснодарском крае. А чем сбивали в этот раз в Брянской области? Сбивали арсеналом ГРАУ, главного ракетно-артиллерийского управления. А это значит, что раз ракетно-артиллерийское управление, то и ракеты, и артиллерийские снаряды находились на этом арсенале, куда прилетели маленькие, но гордые украинские беспилотники. И поначалу, конечно же, как всегда, да все сбили, все прекрасно. Но есть нюанс. Арсенал этот, он по размеру такой же, как перемыкающий к нему населенный пункт Карачев. Поэтому местные жители, конечно же, они поняли, куда прилетело, что прилетело. Понеслась там огромное количество вторичных детонаций. И они начали снимать и выкладывать видео. Ну и тут уже скрывать было глупо. Поэтому произошло чудо, что-то в лесу сдохло. Сегодня МЧС признало, что сдетонировали боеприпасы российской МЧС. Ну так вот, там особенность какая этого арсенала, что он не из тех модернизированных, где российские генералы за последнее время очень неплохо украли, и которые тоже прекрасно взлетают на воздух, вот как в Торопце, например. Он, как говорится, старый, добрый, наземный. И стоят там строения такие. И по спутниковому снимку я насчитал пять площадок, пять, на которых открыто хранились просто ящики. То есть под открытым небом. А соответственно прилетает и ничем, и ничто не защищено. Вот так и произошло. Поговаривают, что это какая-то новая модификация или модель дронов туда полетела. Но в скором времени мы об этом узнаем. Поэтому вот этот 67-й арсенал, у него площадь нехилая такая, 3,5 километра квадратных. И почему местным нужно собирать чемоданчики, желательно оттуда уматывать? Да потому что сам арсенал размером с Карачев, с населенный пункт, 3,5 километра квадратных площадь его. Но свыше сотни строений, где хранятся разные боеприпасы. Ну в общем благодатный огонь сегодня сошел туда, куда было нужно. И Карачев этот, он прямо, вот я не знаю кто там, россияне кстати на картах попытались отметить вот этот вот арсенал, как садово-огородническое товарищество или участок садовый и так далее. Но там все видно прекрасно, уже все разобрали эти снимки. Поэтому детонируют снаряды и СНБО сообщает, Совет национальной безопасности и обороны, сообщает, что там в том числе хранились боеприпасы из КНДР, ну и КАБы. Это то, чем россияне забрасывают сейчас прифронтовые города, к сожалению. Каждый день летят КАБы по жилым кварталам, по многоэтажкам. Поэтому подрыв такого арсенала это очень неплохо. А я напомню, это третий за месяц крупный арсенал, который поражают, ну предыдущие есть догадки, чем поразили, но вот здесь скорее всего дроны были. И в Брянском МЧС, тут точно что-то сдохло в лесу, в Брянском МЧС подтвердили взрывы на складе боеприпасов. Пишут о чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов. Про высокоточные обломки уже не пишут, про траву, которая загорелась не пишут, но я не поленился, зашел в эти местные брянские паблики, телеграм-каналы и почитал. У них одна версия, естественно, им всем раздали. Что-то громыхало. Вот это, я думаю, хлопок уже не заходит вам, что ли? Громыхало? Так там местные сняли, там так громыхало, что и будет продолжать громыхать. Ну и я просто напомню, что несмотря на то, что некоторые украинские партнеры по поставкам вооружений говорят, что да зачем вам бить по территории России, это никак не изменит ситуацию. Очень даже изменит. До десятка вот таких крупных арсеналов ГРАУ находится в зоне досягаемости того оружия, которое у нас есть уже, которое нам поставляют. И которое мы можем применить. Но с беспилотниками и поляныцами, конечно, можно комбинировать. Но прилетающие в арсенал Storm Shadow, это, как говорится, надежно и проверено. Поэтому несколько таких арсеналов ГРАУ находятся в зоне досягаемости. И надеюсь, что в ближайшее время они все получат приятные подарки от ГУРа, от СБУ и от Службы безопасности Украины. А вот в Карачеве, сейчас смотрю интересную информацию, 20, почти 20 тысяч населения. А кто вплотную арсенал строит к населенному пункту? Вот просто, вот он. А знаете, почему так? Ну, во-первых, потому что плевать на тех, кто живет там, это понятно. Потому что никогда не думали, что именно так придется воевать. Получите и распишитесь. У нас тут снова намечается, помните, когда горел, к следующей новости я уже перешел, помните, когда горел комбинат Атлас, Росрезерва, комбинат Кавказ, там, где огромные резервуары с топливом, они горели, там, больше недели, некоторые, по-моему, и две недели горели. В общем, у нас там была история, вот эти четвертые сутки пылают канистры. Так вот, у нас тут снова намечается похожая история. Я сейчас про Феодосию. Там все горит и разгорается еще больше. Потушить, естественно, не могут, отселяют все, больше и больше районов на этом терминале. А там уже добралось до резервуаров с бензином и с керосином. И сейчас будут большие бабахи там. Местные власти говорят, все в порядке, никакая концентрация не превышает того, что должно превышать. А там черный просто дым. Ну, представьте, резервуары горят там и с топливом, и с ГСМ, и со всем чем угодно, и с нефтью. Поэтому вот так вот пылает и горит. Тушить не хотят и не будут. Цитирую. Мне очень понравилось. Специалисты РосМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, пока резервуары с горючим полностью не выгорят. Потушить их не получится. Нас вполне устраивает. Это два всего таких крупных терминала на территории Крымского полуострова, незаконно аннексировано. В Феодосии один, другой в Севастополе. Причем выведение из строя одного такого терминала со всеми коммуникациями. Там сейчас и инфраструктура вся, и вот эти подъезды, подгоны для железнодорожных составов, и трубы, которые, и насосы, которые туда, к морю выходят. Сейчас все там сгорит. При такой температуре там ничего, там восстанавливать нужно будет очень долго и нудно. Поэтому будут проблемы у южной группировки российской с топливом. Ну и если учесть, смотрите, какая интересная ситуация, если учесть, что паромы там расфигачили все, именно паромами россияне доставляли топливо в цистернах на полуостров, потом оно разъезжалось вот этими составами там уже по терминалам. Так вот, паромы уничтожены, их восстанавливать никто не собирается. Мне эта новость тоже понравилась. В ближайшее время таких планов нет. Вы либо не собираетесь, либо денег нет, как говорит Медведев, да, либо решили посмотреть, а нужно ли вообще там что-то восстанавливать. Мало ли, всяко может обернуться ситуация. Поэтому вот такие дела. Нефтебаза в Феодосии пылает и горит. Кстати, всегда на теме про Крым, я сам родом из Крыма, я говорю вот что. Если вы проживаете на оккупированных территориях или даже не на оккупированных, живете в России или выехали, но у вас есть информация, которая может помочь Украине победить, данные, контакты, геолокации, ну просто любая ценная информация, секретные документы, сведения какие-то, то у ГУР Главного управления разведки Украины есть свой чат-бот и каналы связи, куда вы все это можете отправить. Сделать это крайне просто. Вот здесь в описании прямо под этим видео я оставляю все контакты. Там и защищенная почта, и телефон, сигнал, ватсап, все что угодно, сам бот, и телефон нашей команды, которая тоже принимает эту информацию и потом передает туда, куда нужно. Поэтому, если есть у вас что-то интересное, обязательно присылайте, но делайте это аккуратно. Не успел Фиццо, это мы уже поехали дальше, не успел Фиццо про НАТО там что-то, как всегда, заявить, ну а конкретно, что он не видит Украины, и пока он премьер Словакии, никогда Украина в НАТО не будет. Ну мы два события связали, то есть Фиццо премьером перестает быть, значит, как говорится, путь открыт. Есть еще один птеродактиль мира, как мы его называем, это премьер Венгрии Орбан, он вообще просто норму пророссийскую, какую-то стахановскую выполняет в последнее время, не знаю, что там у кого подгорает, кто за какие веревочки дергает, за какие бубенчики кто кого дергает, но Орбан несется просто аж в антиукраинской повестке, аж бегом. Ну, во-первых, он всегда про мир, мы про мир, нужно садиться, договариваться, нужно учесть интересы глобальной, России и так далее. То есть он полагает, что мир в Украине не в интересах Европы. Ну, конечно, все там тратят кучу бабок, уже верещат некоторые, что хватит помогать, но не в интересах. Плюс там лихорадят рынки, санкции, немножко перекосили, и все. Ну, в общем, не в интересах. Он, Орбан, сказал, что Украина должна сотрудничать в плане мирного урегулирования со странами глобального юга. Мы не против, но Орбан имеет в виду Китай, Орбан имеет в виду Бразилию, и Орбан говорит, сотрудничать нужно, да, и Орбан блокирует выделение Украине 35 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов до выборов в США. Он это делает, я напомню, они состоятся 5 ноября, ну, то есть, он ждет, конкретно Орбан ждет, что придет Дональд Трамп, и как-то там поменяется политик, либо разморозят российские активы, либо снимут санкции, в обмен на что, непонятно, но и Трамп, и Орбан, кстати, друг другу там периодически дифферамбы поют, в этом это точно. Поэтому вот сидит, ждет, и коллегиальное голосование это настолько унылая и ортодоксальная, какая-то уже изжившая просто себя, наверное, фигня, потому что один Орбан сидит, вот этот птеродактиль сидит, и блокирует решение всего Европейского Союза. Точно так же, как он Венгрия снимала, точнее, исключала из санкционного списка патриарха Кирилла, еще там кого-то. То есть, он сидит и просто упражняется и мало того, да, ему в ответ замораживают европейские фонды, но он точно так же шантажирует. А, не будет никаких санкций, не будет никаких денег Украины, пока вы мне не разморозите. То, что я тут у себя диктатуру и все СМИ подчинил под себя, ничего страшного. то есть, вот такая, причем, я просто напомню, что Венгрия это далеко не самая развитая страна Европейского Союза. Мне в данном случае интересно, если есть кто-то из Венгрии, напишите, вы, ну вот, есть понимание того, что рано или поздно просто, как уже говорили об этом не раз, Европейский Союз влупит просто по бюджету Венгрии жестко и всем там, в первую очередь, самим Венграм будет не очень хорошо. Из-за того, что вот кто-то там со своими дружбанами и с компроматом, скорее всего, который есть на Орбана в Кремле, просто вот такую политику ведет. Ну, интересы, чьи преследуют Орбан, я думаю, тут вообще об этом даже не будем говорить. И нападение случилось, свои даже не выдерживают, на Орбана напал во время пресс-конференции политик из оппозиционной партии. И вот он бежал-бежал, его поймали буквально в метре от Орбана, он хотел что-то там ему, наверное, сделать, не очень приятное, но ему помешала охрана. И что он кричал, этот оппозиционный политик? Он кричал, за сколько денег вы предали свою страну, премьер-министр, вы продали ее Путину, вы продали ее Си Цзиньпину. Все верно, все правильно сказано, потому что Орбан не только, он пытается на тройном таком шпагате Россия, Китай, Европейский Союз, трехмногий птеродактиль, но, как гласит народная мудрость, сколько бы птеродактиль не сидел на трехногом шпагате, а топинамбур рано или поздно треснет. Поэтому не рекомендуется так делать, рано или поздно придется за все отвечать. И в России вот этот слет я посмотрел минут 15 кадров с этого съезда глав СНГ, которые к Путину как будто не на день рождения приехали, как будто у них там какой-то важный саммит лидеров СНГ. Все сидели, кстати, в самом начале очень интересный момент был. Путин зашел в зал, где уже все были лидеры СНГ, зашел вместе с Пашиняном и премьером Армении и сказал следующее, что мы тут с глазу на глаз почирикали, обкашлили, как Путин в реальном времени обкашливает и постоянно кэкает вопрос и вот там поняли друг друга, ну короче, что-то начал говорить и мне очень странным показалась абсолютно такая замороженная фигура и какая-то даже перепуганность Никола Пашиняна и вообще все там сидели вот так как будто шпаги поглотали. То есть что там происходит, чем Путин их там паучара этот престарелый держит, сказать сложно. Лукашенко чудеса боевой значит эквилибристики проявил это я не знаю пиарщик Лукашенко это наверное какой-то пиарщик Брежнева просто. Вот если ты хочешь показать что жив здоров а делаешь еще хуже я имею пиарщик который был бы у Брежнева когда его заставляли уже еле и говорящего с трибуны что-то произносить и так далее там анекдоты ходили уже потом про это. так вот Лукашенко дабы показать что он жив здоров весел бодр кругл и розовощок он опубликовал фотографию две такие горки наколотых дров якобы это он прилетел и немножечко как это гимнастика зарядка у него такая поколол дрова но Кремль конечно же поиздеваться над своими вассалами гораст поэтому периодически публиковались кадры где Лукашенко еле ползет ковыляет как краб там где-то все пошли по лестнице он на лифте поехал в общем кадры где видно что у Лукашенко все очень нехорошо со здоровьем какие ты там колол дрова объясни мне те мне поэтому все это очень дедовье кодло все это очень уныло выглядело какие-то они перепуганы еще интересный момент случился с Лукашенко его этот борт номер один отправили в Минск без Лукашенко зачем почему сломался он не сломался непонятно что произошло но есть ощущение раз уж в пейджер научились современные спецслужбы запихивать взрывчатку так вот с Лукашенковским самолетом поработать на раз-два можно было дабы но мы помним да что целиком просто все руководство польской страны ну Польши было уничтожено при загадочных обстоятельствах поэтому в данном случае мне кажется перестраховочка произошла особенно если учесть что дроны российские залетают на территорию Беларуси уже просто как к себе домой и в сторону Минска и в сторону Мозыря и куда там только они не летают но вот такая вот у них я не знаю Путин там подарил им кольца в этот раз или нет перстни какие-то я думаю что что-то да подаль а Путину кстати все подарки привезли я думаю что очередная красота ну в плане вкуса тех кто дарит не знаю там что что у них принято портрет из янтаря какая-то икона с драгоценными драгоценностями что там еще у них принято знаете вот есть такие магазины в торговых центрах больших и спрашиваешь а кто кто там вообще что покупает какие-то молокитовый глобус или там я не знаю вот мне кажется вот примерно такие подарки прибыли к Путину я вспоминаю как ему Ким Чен Ын гробовую доску такую черную из мрамора черного подарил с портретом Путина красиво было сразу можно на памятник не тратиться уже две новости одна за одной на РБК шли Песков наш как говорится персонаж который может говорить обо всем и ни о чем одновременно усатая профурсетка Песков выразил надежду что Владимир Путин не знает о квадроберах это он РИА новости он сказал что не нужно преувеличивать популярность этого явления я думаю Песков и квадробер и Путин о чем вы вообще говорите и Лавров который министр иностранных дел спросил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна есть ли у них квадроберы и сказал в собак наряжаются дети это одна из самых главных новостей ходят как животные сказал Лавров квадроберы Песков Лавров проблем других нет в России то есть в России две проблемы это геи и квадроберы но чем чем бы дитя не тешилось вот так вот Рамштайн важное событие должно было случиться 12 октября но будет оно перенесено скорее всего Блинкин вместе Байден уже отменил свой визит Блинкин тоже уже отменил свой визит туда без них проводить скорее всего не будут и называют даты 17-18 октября понятно что причина уважительная отмена на Соединенные Штаты надвигается один из самых мощных возможно за всю историю Соединенных Штатов ураган Милтон там просто уже какие-то страхи апокалиптичные сценарии рисуют поэтому до 210 километров в час ветер может быть и эвакуируют почти 6 округи где должны эвакуироваться в округах проживает 6 миллионов жителей это 11 округов Флориды поэтому все очень серьезно и причина не такая уж что в российских просто СМИ начали да Байден придумал отмазку нет на самом деле это ураган это очень серьезно мэр Тампы все она вообще такая знаете решила без всяких вот этих вот каких-то ажурных прикрытий она сказала это ураган катастрофа я скажу без всякой драматизации если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон вы умрете вот так она сказала поэтому плюс это прямо под выборы там еще могут быть очень жесткие последствия как администрация Белого дома справится не справится в общем у Байдена накатило своих проблем естественно этот ураган самое обсуждаемое событие в Соединенных Штатах и вокруг оно даже затмило бомбардировки Израилем Ливана и смерть очередного какого-то номинанта на главу Хизбаллы я уже не знаю сколько их там там по-моему скамеечка запасных уже вообще никого на ней нет уже два или три человека отказались просто один сказал я богу себя хочу посвятить другой просто отморозился на раздел вид что не услышал потому что он говорит я согласен раз и в этот момент и уже такая скорость уничтожения новых лидеров Хизбаллы ну а мы верим в лучшее и благодарим всех кто помогает Украине берегите себя берегите своих близких обязательно подпишитесь сейчас на этот канал если вы не подписаны спокойного нам всем дня и конечно же слава Украине Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok